Привет, ребят! Чайный гриб здесь. Сегодня, как и обещал, расскажу о Бабзе, посещая ретроспективу Джеймса Торелла. И начать нужно с вопроса. Что есть искусство? Творение, признанное обществом и критиками? Или же что-то, что может вызывать эмоции у человека? Если последнее, то Бабзе 3D часть 2 вызывает у меня куча еще эмоций. И на удивление, в основном положительных. Играем мы за Бабзе, ну знаете, герой платформеров из 90-х, который в идеале должен был стать популярным как Марио, крутым как Соник, но в итоге, после ужаснейшей игры Бабзе 3D, серия по сути умерла, пока ее не пытались воскресить лет 5 назад. За это время Бабзе стала легендой персонажей, чьи игры настолько плохие, что они только этим и известны. Бабзе мы уже встречали в супер космические похороны 4D люкс крово-красная версия и Бабзе. Ссылка рядом. И там он был наркоманом. И в этой новой эпик крутой игре Бабзе идет в Лос-Анджелесский музей, чтобы посетить выставку и ретроспективу Джеймса Торелла. Ретроспектива это, по сути, взгляд обращенный на прошлое. То есть выставка, оглядывающаяся назад на творчество Джеймса Торелла, знаменитого художника, использующего игру свет и пространство в своих работах. И мне они, честно, очень нравятся. Как говорил Сеня, минимализм еб... И вся суть игры, ее посыл заключается вот в чем. Если это считается искусством, то почему Бабзе не может? Игра была отвратительная, так почему бы и не стать антиискусством? И это ей не уступает. Управление тут самое шакальское. Бабзе ходит медленно, камера слишком близко к нему и реагирует на малейшее движение, чего управлять неудобно. Движения очень резкие. Прыжок высокий, так еще Бабзе может планировать, недолго летая. Механика, которую Геншин скопирует без стыда в будущем. Музыка в игре ужасно вся. Тут есть, конечно, смешные композиции, типа в самом музее на заднем плане какой-то мужик бубнит одно и то же на повторе. Ну, или моя любимая. Послушайте, какая красотища. Здорово, да? Только это замедленный рингтон с Ноки. Графически игра ужасная. Тут здоровенные цветные полигоны, здоровенные лягушки, кривые деревья. Когда Бабзе прыгнул, глаза вылетают за пределы головы. В игре куча платформинга, но он бесполезный. Абсолютно, попасть тут нужно в одно всего место, куда, по сути, можно долететь. Да все эти платформы, это просто так, мишура. Абсолютно не нужны еще и предметы в игре, типа клубков шерсти, сердец и змей. Написано, что нужно собрать 20 клубков, например, но при сборе только иконка начинает скакать по всему экрану. А тысяча змей в игре физически не существует. Ну, пройдемся по уровням. Бабзи выходит из своего домика, первая глава, название которой это непереводимый каламбур. Лягушки говорят, мол, Бабзи. Там музей классная выставка. А при приближении к музею Бабзи называет этот музей его реальный адрес вплоть до индекса. Юмор тут без сомнений есть. Это либо тупые каламбуры, которые мне нравятся, либо же еще более тупые каламбуры, которые мне еще больше нравятся. Снаружи музея можно попрыгать, поболтать с лягушками, но идти все равно надо в музей. Вторая часть. Ночь в Мяузее. Привет, Бабзи. Пожалуйста, удали меня из игры, я просто техдема. Тут стоит NPC без лиц, которым очевидно очень нравится выставка. Ну, они сами так говорят. Сама выставка это просто квадраты, или же источники света разных цветов. Эта лампа вызывает у вас эмоции? А этот зеленый угол? А три мужика разного роста перед ней? Да? Да? Тогда почему в углу здесь стоит здоровяк? Бабзи лезет по куче коробок, на которых написано искусство, и такой типа, да, с искусством можно достичь новых высот. Местные кламмурчики не остановить. Бабзи доходит до финальной инсталляции, но понимает, что там внутри что-то есть. Там гроб. Бабзи ложится в гроб, что символично. Его серию игр похоронили. Он не справился со своей целью быть хорошим произведением. В отличие от разноцветных кубиков, которые, да, какое искусство. Гроб Бабзи падает в ад, глава третья. Бабзи в аду как Бабслигист, только катается он, ну, короче, да. Бабзи бы от такого в гробу перевернулся. После поездки он падает в пасть к скелету. Глава четвертая. Бабзи теперь взрослый. Я не знаю, почему у него при этом лицо какого-то лысого мужика без глаз, но в этой игре вопросы лучше не задавать. Почему здесь скелеты? Почему за пределами есть какие-то горы? На границе карты стоит огромный куб, а на одной горе лягушка, которая такая типа. Собираешь змеи, не узнав их имена? Ты предал меня, Бабзи. У тебя нет альтернативы. Колеса капитализма перемолют твои кости. Бабзи остается совершить прыжок веры за сердечком, чтобы спастись, но нет, это была ловушка. Бабзи понимает, что спасения нет. Искусство это ложь. Взрослого Бабзи душит ответственность, что лежит на нем. Он идет в кафе, ломая его. А внутри огромное светящееся слово искусство. Конец. Титры. Браво. Что это было? Я не знаю, но если рассматривать игру в плане маленькой и смешной, то она отличная. 15 минут с эпилогом, и все. Игра бесплатная. Че еще надо? Смешная, неожиданная, абсурдная. Но может, здесь есть глубинный смысл? Игра пытается понять, почему мы так сильно ставим на пьедестал какое-то произведение, а другое, например, уничтожаем. Бабзи провалился, его забыли, но перестали ли быть игрой с ним искусством? Являются ли игры искусством вообще? Или же они урбанистический продукт, созданный для бессмысленного потребления? А я вам так скажу, игре даже не надо нести смысл, творчеству не надо нести смысл, чтобы быть хорошим. Юменики, игра без сюжета по факту, но мне в ней все равно все очень нравится, и... Мене ли она ценное без смысла в себе? Нет. Сюжет ради сюжета ничего не несет. Ты либо делаешь что-то просто, ну, что называется, с кайфом делаешь, либо же туда что-то вкладываешь. Но и от того, и от другого можно получать удовольствие. У колеса капитализма с бесконечными сиквелами, ответвлениями и продолжениями будут продолжать доить творческий процесс, пока он не потеряет себя. Но даже в конце, когда остается лишенный души продукт, оболочка вроде как без души, внутри где-то все еще прячется искусство. Вот. Это что я из этой игры понял, и мне понравилось нереально. Но если вам эта игра кажется просто постироничной шуткой на всяких снобов, которые во всем ищут смысл, то это же отлично. Меньше удовольствия игра от этого не приносит. Но это еще не все. Есть эпилог. Теперь у Бабзи своя выставка ретроспектива. Он артист, но вы видите, какой в очках, в берете, с сигареткой. Здесь из интересного, что можно запрыгнуть в миниатюру музея, когда Бабзи уменьшается, и может зайти в маленький музей, в котором такой же уровень. Он может там уменьшиться, зайти в рекурсия, короче. Бабзи дает последний перформанс. Он ведет диалог со взрослым собой. Старик говорит, что нашел покой во всей этой погоне за смыслом. Он говорит Бабзи вырасти, принять то, что не во всем должен быть смысл. А Бабзум бы такой... Не. Новая глава про вечный камень. Теперь типа новая выставка в музее, которая сводит Бабзи с ума, потому что из-за нее у него дом превратился в камень. Это выставка Майкла Хейзера. Это скульптор, который работает в больших масштабах. И некоторые его работы хороши. Ну, например, вот этот, это просто камень. Что хотите, это просто, б***ь, камень. Так считает и Бабзи, который говорит, Майкл Хейзер, отстой. Его работы отстой. Это просто огромный камень. Ну, правда. Бабзи доходит до его работы. Там просто огромный камень. Но в нем... Дыра. Как в манге Дзюнзи-то. И она была сделана специально для Бабзи. Бабзи залезает в дыру. Кот был поглощен. Котокомбы. Старик Бабзи говорит, ничему тут не доверять. Но как так? Каменные лягушки говорят Бабзи, что он стал великим, как Микеланджело, Рембранд, Шекспир, Пинк Флойд. Чтобы ему войти в историю, ему осталась последняя работа из него самого. Бабзи становится на пьедестал, покрываясь камнем. Теперь он и есть искусство. Но не так-то быстро. Это старик Бабзи. Он ломает скульптуру. И все отражения в ярости. Бабзи собирается воедино. Принимает старого себя, который считал, что искусство не должно нести смысл, чтобы нести эмоции и чувства. И теперь они вместе, спина в спине, с Узи, катанами и РПГ разносят топ скульптуры с Бабзи. В искусстве нет утешения. И Бабзи выбирает человечность. Вау. Игра-то бомба. Посыл великолепный. Нечего быть с набом и ко всему придираться. Но вообще-то к игре у меня есть несколько претензий. Это типа смешно, что управление кривой и картинка ущербная. Но если игра сама это обозначит, лучше не становится. Это все еще кривое управление и ущербная картинка. Типа эта игра пытается быть настолько плохой, что она иронично становится хорошей. Но нет, она просто плохая. Но за смешные каламбуры. Просто внезапные вбросы, ни с чего попытку все это объяснить сюжетом и размышлениями о ценности искусства. Игра эта покрывается лихвой. Мне реально понравилось. Проходится за минут 20-30. Тут есть где покопаться, есть где посмеяться. Шутка не затянулась, как у некоторых. Но главное. Можно ли эту игру назвать произведением искусства? Решайте сами. Для меня играться-то я поставлю Бабзи посещающему ретроспективу Джеймса Торелла 7 из 10. Игра худшая, во что играл. Мне очень понравилось. На сегодня у меня все, значит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. У нас тут много всего веселого будет выходить, да? У нас тут. Выставки устраиваются. Кошки летают. А я заканчиваю на этом. Но главный вопрос. Можно ли поридж считать искусством? В конце типа поридж. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...